Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава ЦАФа, так как мы живем по недельной главе, и сказано, что в каждой недельной главе сокрыто то, что надо делать в этой неделе, то это очень важно. Почему все время в храме? Потому что каждый человек это храм. Каждый из нас это храм, он строит, у него есть силы святые, противоположные и так далее. А что такое название ЦАФ, как называется наша глава? Это прикажи. Прикажи это стимулы побуждения к духовности. Человек не просто должен сказать ему, да вот, займись духовностью. Человек должен понять, что все происходящее в мире зависит от него, и чем больше духовности он добавит, тем лучше будет мир. Кроме того, в это сложное время очень важно советоваться и говорить с Торой, смотреть святые книги. Главное, совет с теми, кто понимает в этом, с мудрецами, короткую историю расскажу. Эта история говорит о взгляде человека, верующего на жизнь. Однажды врач, глядя на результаты анализов, сказал мрачно больному, не стану скрывать, опухоль распространяется. Если ничего не делать, ваши дни сочтены. А что можно сделать, скажет больной? Говорит, надежды мало, есть сложные операции, облучение и так далее. В итоге ослабленный организм, конечно, полгода жизни, может быть, не совсем. Легких вам точно обеспечено. Стоит ли того, не знаю. И больной говорит, не знаю, может, лучше дать возможность быстро победить болезни. И больной обратился к учителю, законодательному, замечательному человеку Маше Фейнштейну. Последний человек, который слушали все. Решение Рава было очень жесткое и недвусмысленное. Ты обязан идти на операцию немедленно. А что с того, спросил больной. Полгода жизни, в которой нет жизни. Рав посмотрел на него и сказал, послушай, что я скажу и врачу своему передай. Большинство людей в этом мире живут, чтобы получать удовольствие. Жизнь, когда она полна страданий, для них не жизнь. Им проще умереть. Вот и врач так же считает. Но мы смотрим иначе. Ты ведь знаешь слова Мишны, которая говорит следующее. Что каждый, кто исполняет хотя бы одну заповедь, делает одно хорошее дело. Наследует рай. А так же в Перкеявод написано, что лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Что же тогда говорить о целом дне или неделе, или месяце, или полугодии. И даже если жизнь складывается не очень хорошо. Если много страданий. По страданиям и награда написано в Перкеявод. Ты сможешь накладывать филин, молиться, учить Тору, что-то сделать. Ты можешь соблюдать шаббат. Разве не стоит этого? Можно приобрести много знаний, а с другой стороны исправить поступки прошлого. Операция прошла успешно. И как в последующий период реабилитации, пациент прожил еще много лет, в течение которых выполнял заповеди. А врач, который вел эту операцию, услышав слова Файнштейна, сам вернулся к религии. И когда в следующий раз они с пациентом встретились, врач сказал, Я рад, что обе операции удались. Вам я прооперировал организм, и мне, словно, вы пересадили сердце. Ведь те слова, которые Раф вам передал, провели переворот в моих мозгах. Я изменил свою жизнь и вернулся к Творцу и заповедям. Как все, что мы видим, когда мы видим темноту только сегодняшнего дня, когда мы видим только неприятности и сложности, мы живем с ограниченной линзой. И это пройдет замечательный пример еврейской мудрости от царя Соломона. Ничто не длится вечно, ни хорошее, ни плохое. И это надо понимать. Сегодня очень интересные слова величайшего, там, один из руководителей народа Израиля, Хайма Каневского. На вопрос многим, чем можно укрепиться из-за войны, происходящей в мире, Каневский сказал, молиться и учиться, не отвлекаясь. То есть, там, где был один урок, надо сделать два. Там, где ты тратил 10 минут на учебу, потратить 15. Кроме того, известны слова Гимары. Что делать человеку, чтобы спастись от бед во время прихода Машеха? Заниматься торой и добрыми делами. То есть, надо учить духовность и заниматься добрыми делами. Кстати, Раф также сказал, что в Медраж Раба написано, если видишь войну, которая происходит сейчас, жди на Гимашех. Наступило время, о котором много лет назад говорили пророки. Пророк Ишаягу говорил знаменитые слова. Зачем, говорит, тебе скрылся мой путь от Господа, и правление Бога оставило меня? Разве ты не знаешь, что вечен Бог от краев земли, не устанет и не изнеможет безграничной мудрости его? Странные очень слова. Человек думает, что Всевышний отвернулся от него, переживает, а ему отвечают, что Всевышний создал мир. Что это за утешение такое? Ответ очень простой. Когда человек страдает, он дважды страдает. Кроме страданий, испытываемых в настоящем, его мучает мысль о том, что это будет продолжаться бесконечно долго. Эти мысли сами по себе приводят к отчаянию. И тогда человеку уже, не дай Бог, можно не встать. Более того, он может подумать, что поскольку сам Бог вечен и бесконечен, так и страдания, которые приходят в этот мир, они вечны и бесконечны. Поэтому ему говорят, вечен Бог, у него нет границ ни во времени, ни в пространстве. Но он творец краев земли. То есть землю и все, что на ней происходит, он создал в пределах и границах. Он мог так же сделать, он сделал так по безграничной мудрости своей, так и горести, несчастья и беды, которые даются нам для искупления в этом мире, которые мы порождаем своими делами. Тем не менее, он положил конец тьме. То есть мы обязательно еще выйдем из мрака к свету. Это гарантированно. И означает, что любые беды закончатся. Сейчас время идет с огромной скоростью, значит закончится с огромной скоростью. Дорогие друзья, конечно, очень хочется, чтобы все закончилось в одну минуту. Чтобы все закончилось в одну секунду. И мы надеемся, что сейчас в Пурим закончится этот кошмар, который кругом происходит. И тем не менее, нам нельзя просто надеяться. Нам надо делать то, что говорят мадрецы. И верить, работать и учиться. Усиливать духовность в мире. Браха вацлаха. Хорошая неделя.